К другим темам. Во всей России сегодня дежурят мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. О том, как это проходит в Новосибирске, расскажем в нашем следующем сюжете. Ирина Хохлова – кадровый донор. Сегодня она привела свою семью и друзей в Первомайский сквер. В День семьи, любви и верности здесь проходит акция экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Проблема ВИЧ и СПИД очень актуальна сейчас не только в нашей стране, но и за рубежом. Большое количество людей в возрасте фертильном, то есть от 15 до 45 лет, заболевают данным заболеванием. Нужно проверяться, также нужно соблюдать меры предосторожности. 300 с лишним случаев заражения ВИЧ каждый месяц. Такова статистика в Новосибирской области. Более 30% инфицированных не знают о своем статусе. Итог – последняя стадия эпидемии и третье место по распространенности заболевания среди всех регионов России. Чтобы провериться, люди просто не находят времени. Выход найден. Экспресс-тестирование в мобильных пунктах. Это востребовано. Людям необходимо. Это удобно. Можно прийти анонимно, без очереди, без какой-то толкотни, официоза, сдать тест на ВИЧ. Обследование проходит в стерильных условиях. У каждого пациента своя пробирка. И каждый раз врач надевает новые перчатки. Риск заражения в мобильном пункте равен нулю. Такое обследование займет у вас не более 10-15 минут. Для того, чтобы узнать свой статус, нужно всего лишь заполнить документ, сдать анализ. И затем прийти за результатом. Специалисты проводят консультацию. Рассказывают, как и где можно подхватить инфекцию и развеивают мифы. Например, о том, что заразиться можно через укус комара или поцелуй. Прекрасно. Прекрасный забор был. Все объяснили, все рассказали, почему это важно. И как часто нужно будет сдавать в дальнейшем. И не страшно было? Нет, совершенно не страшно. Подобные акции проводят регулярно. К сожалению, десятая часть обследованных имеет положительный результат. Точность экспресс-анализа 99%. Однако, чтобы удостовериться, медики все равно рекомендуют сдать кровь в лаборатории. Елизавета Секретаренко, Александр Егоров. Новости ОТС. Новости ОТС.